здравствуйте уважаемые зрители и так на мир надвигается новая угроза нет вы не подумайте что появилась какая-то новая болезнь нет нас атакует все тот же коронавирус только новая его разновидность более опасно я бы даже сказал более заразная если первый вирус появился на востоке от нас китайском ухане то теперь зараза приходит запада лондон стал рассадником новой болезни английская столица практически обезлюдила жители в срочном порядке покидают город власти ввели жесточайший карантин вся европа всячески отгораживается от британии прекращаются все авиаперелеты и жди поездки на туманный альбион чем же отличается новый вирус от старого тем что он быстрее распространяется на 70 процентов в группе риска все те же слои населения люди в возрасте и те у кого ослаблена иммунная система именно в их организме вирусы мутировал в новый вид более сложный и опасный как я уже говорил европа закрывается от британии в первую очередь сокращаются авиаполеты в эту страну ну а что же мы пока я собирал программу информация о том что мы прекратили авиасообщение с британией мне поступало а это значит что все мы в группе риска пока у нас думают отменить или нет полеты в европу новый вирус уже обнаружен у граждан дании австралии и голландии учитывая то как быстро в современном мире все передается думаю в скором времени и нам стоит ждать появление этого вируса и у себя пока же наши светлые государственные умы заняты подготовкой к выборам в парламент нет конечно же это тоже надо электоральный период голосование новые депутаты и так далее все это приближает нас к настоящим демократическим стандартам в этом году даже новое слово появилось в нашем политическом поле праймерис доселе невиданное и неслыханное но если мы перенимаем передовые западные ценности то почему бы нам не перенять их быструю реакцию на вирус европа же закрылась от британии почему же нам не закрыться от европы не прекратить туда авиаполеты а то ведь если вирус к нам завезут то боюсь наши выборы будут под угрозой а как иначе ведь основной костяк голосующих это пенсионеры именно они первыми принимают на себя коронавирусный удар по сути в зоне риска не только пенсионеры но и пионеры я имею ввиду все мы потому как голосовать онлайн у нас запрещено и поэтому мы все будем выбирать депутатов ногами на избирательных участках а как известно сейчас надо избегать большого скопления людей если честно меня пугают новости о появлении нового вида к вида мы со старым то не можем разобраться а тут вот буквально сегодня стало известно что массовая вакцинация казахстанцев начнется в феврале 21 года причем колоть нас будут российской вакцины спутник вид которая будет производиться у нас караганде знаете я конечно же не медики ничего не понимаю в этих вакцинах но вот этот спутник если честно не внушает мне доверия россияне создавали его в спешке пытаясь обогнать западные страны да обогнали и что вакцина можно сказать сырая уже привитые врачи заражаются повторно причем самой россии большинство медиков против прививки спутником причин несколько нет никаких данных о ее эффективности создатели вакцины не делятся результатами клинических испытаний ну и конечно же сам короткий срок создания вызывает подозрения и вот эту вот вакцину мы будем выпускать у себя и колоть наше население конечно же некоторые из вас могут воскликнуть мол и западные вакцины тоже не очень надежный вот буквально на днях одна американская медсестра упала в обморок после прививки вакциной пфайзер замечу что побочные эффекты в виде температуры аллергии недомогания головной боли а то и вовсе потери сознания бывают у любой вакцины это нормальная реакция человеческого организма на новые препараты ну и конечно же нас интересует почему же наши власти выбрали именно российскую вакцину потому что она дешевле западных но стоит ли экономить на здоровье собственного населения вот в чем вопрос всего вам доброго и конечно же смотрите а там и кем бизнес а и Продолжение следует...